Добрый день! Я рад приветствовать возможных зрителей, поздравить их с наступающим Новым годом и вообще сначала Рождество, потом Новый год – это праздники, праздники, праздники. А в празднике хочется думать и говорить о хорошем. Для меня самое хорошее, что существует в мире – это полярные сияния. Полярные сияния – это фантастически великолепное проявление процессов, возникающих на Солнце и развивающихся в ближнем космосе. Нам настолько повезло, что мы и живем в Арктике, и живем в зоне полярных сияний. Выглядел в окошко, увидел дугу сияния, взял фотоаппарат и пошел охотиться на полярные сияния. Это часть нашей жизни. Откуда же берутся полярные сияния? Кто их вызывает? И знают ли люди о том, что это такое? О том, что полярные сияния – это самое прекрасное представление в небе, в небесном кинотеатре. О том, что полярные сияния существуют, люди знают очень-очень давно. У меня на самом деле есть даже подозрение. Никого до этого не говорил, вам открою тайну. Вот те самые лабиринты, которые древние люди из камней складывали на берегу в высоких широтах, это просто изображение спирали полярных сияний, которые связывали живого человека с духами потустороннего мира. Никто этого не знает. Я знаю, первый вам сказал об этом. Так что даже в древних лоцах, записи которых для поморов сохранились, было написано, что на пазарях матка бесится. Матка, в смысле, корабельный компас, пазарь – это сияние. И всем известно, что когда в небе сияние, компас врет. Надо быть аккуратным. Об этом знал еще Ломоносов, который наблюдал в детстве сияние в небе себя в Архангельске. И будучи уже организатором и руководителем академии, он отдал распоряжение выгравировать по его эскизам на медных досках те картинки сияния, которые он наблюдал. И они до сих пор, надеюсь, хранятся в Петербурге, в архиве Академии наук. Если еще куда-нибудь не убежали. Ну, так вот сияние. Вы знаете, какие они есть? Вы видели их, надеюсь. Вопрос, почему здесь? Почему над нашей головой они развиваются? Ну, причина в этом, конечно, есть. Главный источник всех таких явлений. Мы их называем проявлением космической погоды в высоких широтах. Конечно, источник всего возмущения – это Солнце. Солнце неспокойное. Оно то более активно, то менее активно. Активность Солнца видна на диске к нам, на той части, которая обращена к Земле. И проявляется на виде пятен, ярких вспышек или выбросов вещества, корона Солнца в окружающее пространство. Вот все эти явления, когда они, и если они попадают на Землю, они приводят к возмущениям магнитного поля Земли. И, как следствие, вызывают полярные сияния. Но полярные сияния видны в основном в тех зонах, куда попадает примерно граница между разогнутыми и замкнутыми силовыми линиями магнитного поля. Заряженные частицы с охотой бегут вдоль магнитного поля, вдоль силовых его линий. И совершенно не хотят бежать поперек. Там их крутят и вертят непонятно как. То есть, по идее, все хитрости векторных произведений, которые можно выдумать, они отражаются именно в электродинамике. В частности, в движении заряженных частиц, вскрещенных магнитным электрическим полям. А именно эта конфигурация электромагнитных полей присутствует вблизи Земли. Значит, солнечный ветер, который непрерывно истекает из Солнца, несет абсолютно ионизованную плазму, обладающую своей температурой, своей скоростью и своим вмороженным магнитным полем. Это магнитное поле, встречаясь с магнитным полем Земли, хитрым образом Земо действует и нашпиговывает магнитосферу Земли свежими частицами. Эти частицы держатся некоторое время, пока позволяют законы физики. А потом серии коротких или одним мощным взрывом высыпаются вдоль силовых линий прямо в атмосферу Земли. И проекции этих активных областей как раз и попадают в зону так называемых авроральных овалов, примерно привязанных к магнитным поясам в северном и южном полушарии. Но на самом деле те места, где наиболее часто встречаются сияния, какие они принимают формы, и как формы и вид излучения, которые вели человеческим глазом, зависит от фазы возмущения, все это было исследовано последние примерно сотни лет. Примерно в 38-м году прошлого века была создана специальная камера в Институте Архитики Антарктики. Камера должна была работать при небольших яркостях объектов и при низких температурах. Были сделаны первые шаги уже в Советской России с целью фиксировать явления, как говорят, в ночном небе, в частности в высоких широтах, то есть на севере России. На самом деле первые фотографические исследования сияния были проведены еще задолго до того, во время первой экспедиции, которую шведы организовали для проверки длины меридиана. В этой экспедиции, в которой работал Мишпизберген, был представитель российской академии наук Юсиф Секора. Он обладал одним из двух комплектов фотографической аппаратуры и спектрологической аппаратуры. Вместе со шведской группой они проводили параллельные измерения. Как оказалось, потом сохранились негативы на стекле от тех камер, снимков, которые были сделаны в той экспедиции. Они сохранились в архивах в Санкт-Петербурге. И удалось восстановить сканы с этих снимков. И оказалось, что уже тогда, задолго до всех предотвеченных, спектры полярных сияний, многие линии этих спектров были зафиксированы представителям российской академии наук. Мы, конечно, этим гордимся, но на этом все не останавливается. Мы продолжаем изучать и чистоту, и яркость, и формы полярных сияний, которые можем наблюдать. На самом деле в России сейчас проявляется постоянное наблюдение полярных сияний в полярном геофизическом институте, это у нас, в институте солнечно-земной физики в Иркутске и в институте космофизических исследований в Якурске. Вот три точки, в которых ведутся более-менее регулярные снимки полярных сияний. Теперь у нас работает камера, как и в прежние времена, в Шпицбергене. Ну и кроме нас, конечно, сияние в тех зонах, где их можно наблюдать, снимают все. Снимают все Европа, Канада, американцы. Причем очень интересно, что в последнее время, когда стали доступны неплохие камеры с электронной фиксацией изображения, охота за сиянием приняла новый оттенок. И я был приятно удивлен, когда увидел, что жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, они имеют свои сообщества, которые собираются и формируют другу, будет сияние или не будет, как их снимать, куда бежать. Снимают сияние, выставляют их в интернете. Мы как-то иногда не задумывались, но сейчас интернет полон сияний. Мне даже в голову пришла мысль, а может быть, взять этих любителей, подтянуть к нашим исследованиям. Потому что, когда активность высокая, и когда область гибни-полярные сияния сдвигается к экватору, мы остаемся с носом. У нас либо облака, либо сияние убежали далеко на юг. А в Петербурге, в Москве, в этой заводской шикарные снимки. Вот мы какие-то. Долго и надо написать, наверное, председателю. Это вообще сказать. Пришли пару снимков, я проверю, как. Меня, правда, разочаровали, говорят, кто знает, кто они, что они делали. Но оказалось, что в 2015 году, с 16 на 17 марта, в День Святого Патрика, сильные магнитные бури иногда получают собственные имена. День взятия Бастилии, День Хэллоуид. Вот День Святого Патрика. Наса обнаружила, что у них не хватает ресурсов зафиксировать все проявления супер-мури, которые действительно были очень мощными. Они создали специальный сайт, оповесили всех возможных охотников здесь сидений, и им удалось собрать такую информацию, что они практически восстановили всю полосу свечения аврорального, которая пресекала территорию Соединенных Штатов Америки, причем в той области, где практически не было камер всего неба, используемых для регулярных наблюдений. Мне это очень понравилось. Это самая народная наука, которую можно видеть в жизни. Нужно бы и нам попробовать где-нибудь, что-нибудь, как-нибудь. Ну, это так. Ну, и теперь о самих формах сияния. Снимков и картинок сияния сейчас достаточно много, но в некоторых случаях сияние возбуждает фантазию, которая, ну, отрывает наш разум от земли. Вот Таня Корнилова, она в свое время работала и хореографом, ну, помимо основной работы, и тренером по художественной гимнастике, вот она вот так увидела, как танцует сияние в небе над Кольским полуостром. У каждого свой. Я знаю, что был поставлен балет, по-моему, у норвегов на тему полярных сияний. Ну, это просто часть нашей жизни. Не все же только работать, работать, работать. А для нас, может быть, это составляет самые счастливые дни, когда наша работа и наше хобби совпали. Я выхожу ночью с фотоаппаратом, да, это время не оплачивается у меня, но я получаю снимки, которые удивляют мир. Ну, по крайней мере, иногда. Когда я в Южной Африке показал фильм, который был сделан Валей Жигановым, еще достаточно давно, с покадровой съемкой сияния на высокочувствительную камеру, участники Конгресса просто видали. Они просили, требовали, дали мне, дали мне, потому что они наблюдают за эффектами, которые возникают из-за полярных сияний. Они регистрируют возмущения, которые приходят в энергосистемы, в арене магнитных. Но для них это было чудом, когда над ослепительно белым снежным полем при наступлении демокресса вспыхивают полосы полярных сияний. Это поражает буквально всех. Так что вот полярные сияния – это следы торможения, заряженные частицы с верхних слоях атмосферы. Нижний край полярных сияний в среднем – это 100-130 километров. Хотя бывают и высотные явления, когда нижние 400 километров они не опускаются. Лучистые линии, они видны потому, что траектории достаточно прямые, частицы движутся просто прямиком вдоль силовой линии. Хотя есть и другие виды сияний, и есть диффузные формы, которые связаны с медленным высыпанием, они как бы размазаны. Но кроме всего прочего, установлено даже прямой съемкой со спутников, что в некоторых моментах форма полярных сияний тянулся на несколько тысяч километров. Хотя в целом вот эта зона, которая заята полярными сияниями, и в статистике мгновенном, так называемый овал полярных сияний, или он называет овал Старкова Фельштейна Хорошевой. А эта картинка была получена, картинка распределения полярных сияний, была получена статистически при обработке данных Международного технического года. Международный технический год был крестим полярным годом по счету, и он был доцелен именно на то, чтобы исследовать явления вокруг магнитных полюсов. Ну, нам повезло в том смысле, что в Ликольском полуострове была устроена база по подготовке наблюдателей за полярными сияниями, 35 комплектов камеры Лебединского, специально разработанные камеры всего неба, содержащие такой специфической формы геоскопический объектив из двух жаркал и изображение проецировалось потом на обычный фотопулемет, снятый с самолета, конструктивный. Это был тот самый пулемет, который фиксировал поражение цель во время военных действий. Ну, вся эта система была запущена, собрала служба времени, разработаны программы, и по северу Советской России, во Ярославленной камере, совместно с другими наблюдателями работали 18 месяцев, вбелся Международный технический год. К этому времени был запущен первый спутник. А следствием, результатом, одним из, может быть, самых ярких для меня результатов этого Международного технического года, было то, что был создан полярный генеральный институт на базе тех групп, наблюдателей и экспедиции, которые работали на той скупе. Ну, а результаты, в частности, регистрации полярных сияний в ночном небе в этот период, вот были найдены первые сэкономерности распределения полярных сияний сотрудникам нашего будущего института Старкова, сотрудникам из Миларова, руководителям Кричтейна, и, кстати, Хорошев, должностейным генералам. И измирал этот первый шажок, который намногое временем вперед определил направление развития срочной земной физики. А вообще, в истории освоения ближнего космоса и развития этой науки о связи с Солнцем и Землей, было многих и ярких, и трагических историй. Ну, и всех, кого интересует, приходите, обращайтесь, люди вместе, охотитесь за полярными сияниями, или, по крайней мере, общежать, сколько они хороши. Я могу посоветовать вам обратиться, вы говорите, легко найти конкурсы стратегической фотографии. и видели. Один из разделов – это снимки полярных сияний. Вот те снимки, которые получили или были отмечены премиумом, они вызывают фантастический восторг. Просто нельзя спокойно на них смотреть. А для нас, в первую очередь, с данной точки зрения, конечно, полярные сияния – это, в первую очередь, поражение плазменных процессов, которые развиваются в ближнем космосе на расстоянии от 1 до, возможно, 10 радиусов Земли, которые несут на себе память тех процессов специфического состояния вещества в плазменных образованиях, на этой контроле Земли, которые могут приобрести чередную тайну исследования отбежающего космического космоса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok